Всем доброго времени суток! Скорее уже даже доброй ночи заканчивается 19 февраля 2019 года. И судя по тому, какая луна светила, когда я вечером гуляла с собакой, это полнолуние на меня так действует, что мне захотелось записать сегодня уже четвертый ролик. Сейчас в кадре третий каталог компании «Фаберлик», который будет действовать еще до следующего понедельника, несколько дней. Я сегодня днем не только развлекалась, снимая сводчи, но и добежала до пункта выдачи «Фаберлик», получила свой заказ по третьему каталогу. Небольшой экскурс в историю. Уже где-то почти ровно два года назад, то ли в конце января, то ли вот так где-то в конце февраля, в ночи. Я поняла, что у меня хотелок в «Фаберлик» скопилось так, что можно и самой зарегистрироваться, сделать один заказ и получить скидку зарегистрированного пользователя. Включила компьютер, села на сайте, как в интернет-магазине, зарегистрировалась. Ни по чьей ссылке, просто так меня рандомно распределили к куратору. Куратор меня потом нашла, добавила в свой чат в WhatsApp. Лично мы с ней так с тех пор и не встречались, потому что пункт выдачи у нее в моем городе, но далеко от меня. И так далеко, что даже аж два пункта выдачи «Фаберлик» гораздо ближе ко мне, и один прям вообще в соседнем доме. Кстати, близость пункта выдачи тоже оказала весьма заметное значение на мой выбор компании сетевой, в которой для себя заказывать какую-то бытовую химию, которая постоянно нужна. Вот этот третий заказ, он очень показательный. С осени 2018 года в «Фаберлике» же действует система, по которой за заказы от 1000 рублей начисляется то, что они называют кэшбэком. Ну, не совсем кэшбэк, скорее, конечно, это большой такой жирный бонус лояльности. У меня он уже 26% получился. То есть прям совсем здорово и замечательно. Мне очень нравится эта система. Мне самой несложно каждый месяц делать заказы на 1000 рублей. Я сейчас покажу этот заказ, и вы поймёте, почему. Потому что в этом заказе всё то, что я заказывала для себя, для своей мамы, на подарки сёстрам моей мамы, то есть абсолютно нужные нам вещи, и это всё вышло больше, чем на 2000 рублей. А ещё бывает знакомые, ещё кто-то спрашивает что-то, тоже себе хочет заказать, когда по чуть-чуть через меня, почему нет, никогда никому не отказываю. То есть Фаберлик для меня это, скорее, очень удобный большой интернет-магазин, в котором можно делать покупки для себя, можно для своих знакомых. И я этим постоянно пользуюсь. Каждый месяц покупаю много чего за два года успела попробовать и сформировать своё мнение. Вот на краю кадра мой рюкзачок, в котором я притащила заказы все два, долежавшие и дождавшиеся меня на пункте выдачи. Вот два каталога следующего периода, потому что один заказ был сделан с моего аккаунта, а другой заказ с аккаунта Фаберлик моей мамы. Тут кое-что было куплено по ценам каталога, и вот прямо сейчас в руку просятся. Это аромат Феста Девита. В третьем каталоге бонусом за покупку они шли по замечательной цене. 259 рублей, вычтите из этого ещё 26% кэшбэка. И вообще получается аромат по практически подарочной цене. Этот флакон я, скорее всего, себе оставлю. У меня есть миниатюрка 15 мл этого аромата. И на весну-лето он мне очень нравится. Я им пользовалась в прошлом сезоне и буду пользоваться в этом, поэтому это я приобрела для себя. Вот такие матирующие влажные салфетки для себя я взяла первый раз, но у меня их брала моя знакомая для своей дочки подростка, и ей тоже понравилось. Просто протирать где-то когда-то. У меня бывают такие ситуации, когда на работе я и сутки, и двое суток. И бывает прям хочется чем-то таким протереться, буду пользоваться. Это тоже я взяла по ценам каталога. По акции 2 за 149 я взяла 2 геля для интимной гигиены. Вот такой сейчас у меня стоит в ванной. Он уже заканчивается, но эти 2 я взяла на подарки своим тёткам, сёстрам моей мамы. Вот так же себе я взяла по акции 2 по хорошей цене, не помню сколько было точно, 2 кондиционера для белья. У меня кондиционер как раз на днях кончился, и сегодня я стирала, наливая кондиционер из маленькой бутылочки завалявшегося у меня пробника, поэтому заказ очень вовремя приехал. Очень нужная штука. Также за 139 рублей я взяла вот такой набор. Жидкое мыло и туалетное мыло для рук. Ну, скорее всего, или мы сами с мамой это используем, или на 8 марта на дежурные подарки это кому-то замечательно уйдёт. Так, сейчас заглядываю в свой рюкзак. И всё остальное... А, нет, не всё остальное. Вот такой набор из серии Oxiology, крем дневной и крем ночной. Кислородный баланс для жирной и комбинированной кожи я взяла себе. В прошлом году, весной и летом, я пользовалась уже этой серией, и моей коже, склонной к образованию комедонов, иногда дающие воспаление, иногда покрывающиеся прям таким хорошим жирным блеском, эта серия подошла очень здорово. Поэтому я вот уже к потеплению подготовилась, купила себе эти кремы. Всё, остальное, то, что я сейчас буду показывать... Нет, опять не всё. Ну, что ж такое? Вот я как покупки делаю обычно по ночам. Куплю, потом подумаю и понимаю, что не всё. Купила ещё что-то хочу. Вот, ещё же, это было куплено по ценам каталога. Это кремы 60+, ночной и дневной. Взяла в двойном экземпляре. Два крема пойдут моим тёткам. Они одной 68 лет, другой 85. Вот они будут ими пользоваться. А я уже смазала два таких тюбика. Я использовала их как дневной и ночной кремы для рук. Обалденно. Всем советую. Мне очень понравилось. Состав тут щедрый и богатый. Не буду сейчас его крупно показывать и рассказывать. Но вот для рук, особенно у кого сухая кутикула, кто часто страдает от сухости кожи рук, прям вот советую. Берите, не пожалеете. Особенно, когда по 79 рублей они просто супер. Брала, использовала, взяла ещё и, скорее всего, ещё брать буду. Потому что состав обалденный. Питает, увлажняет сухую кожу рук потрясающе. Вот с этой целью я их себе купила, хотя мне ещё далеко не 60. По акции консультанта я взяла нашу новинку, которая ожидается в четвёртом каталоге. Тушь «Феномен» What It Off. Тревожные на неё начали появляться отзывы в сети. Поэтому я не буду ждать начала марта. Открою прям завтра одну из этих тушей. Завтра с утра ей накрашусь. А вечером, видимо, сниму свои первые впечатления. Расскажу, как у меня относилась в течение дня эта тушь. Дело в том, что тушью я обычно пользуюсь 2-3 месяца. И сейчас у меня в использовании две туши, которые были открыты одна в начале декабря, другая в середине декабря. В любом случае их уже пора менять на всякий случай, чтобы там никакой зоопарк микробов не развёлся. Я серьёзно, кто ещё так не делает, вот действительно начала менять туши раз в 2-3 месяца и забыла, что такое какое-то воспаление в глазах. И Фаберлик тут очень здорово помогает, потому что в каталоге постоянно акции на какие-то туши. Они стоят совершеннейшие копейки. И большинство тушей Фаберлик мне делают нормальные повседневные ресницы. То есть не какой-то суперобъём, а вполне добавляют объёмчика. Хорошо носятся. Я не помню, чтобы какая-то тушь у меня зверски осыпалась. И надеюсь, что с этой тушью, вопреки появившимся отзывам, мне повезёт, и она у меня нормально относится. У себя в живом журнале я объявила 2019 год годом без покупок компактной пудры. Но когда по карточкам «Твой бонус» мне выпала 70% скидка на любую декоративную косметику, я поняла, что на что-то другое я не могу такую шикарную скидку потратить. Дело в том, что эта пудра «Звёздный выход» в своё время у меня в косметичке появилась сразу после пудры от Estee Lauder, той, которая с синей крышечкой. И вот главное отличие этой пудры от пудры Estee Lauder – это цвет крышечки. Потому что сама пудра и по цвету, и по текстуре, и по тому, какой результат даёт на лице, абсолютно одну за другой доиспользовала и начала использовать эту пудру. Вот, ну, никакой разницы с Estee Lauder, а с 70% скидкой получилось, что эта пудра мне обошлась в 300 рублей, минус 26% кэшбэк. Плюс сухие пудры, ну, сами знаете, продукт не скоропортящийся, поэтому ничего, пока я использую другие свои компактные пудры, это полежит, меня подождёт. Вот, мало ли, а то потом ещё не выпадет такой шоколадной карточки, поэтому её пускать на что-то дешёвое и менее нужное как-то вот вообще не хотелось. Да, нарушила год без покупок, но совесть меня не мучает за это. Ещё по карточке не помню, с какой скидкой, но цена получалась лучше, чем сейчас в каталоге, и лучше, чем чаще всего это средство в каталоге продаётся. По-моему, 45% что ли скидка мне выпала. Вот такое средство для ежедневной интимной гигиены я ещё не пробовала. Я его буду только начинать. Наверное, добью окончательно бесповоротно вот такой розовенький гелик, перевинчу помпу, должны, по-моему, подходить по калибру. Я люблю, когда такие средства с помпой на вот этот флакончик, и поставлю его в душ, буду пользоваться таким средством. Ещё с какой-то хорошей карточкой в районе 45-50% я взяла си кислородный активатор. В прошлом году я такой флакончик брала с собой в двухнедельный отпуск на море. За две недели я его смазала. Не помню, я утром и вечером, кажется, наносила его и на всё лицо, и на шею, и на декольте. И мне очень нравилось, поэтому решила повторить. Тоже подготовилась к тёплому времени года. По хорошей скидке на парфюм я взяла Urban Legend. У меня уже есть такая вода. По-моему, я её покупала, когда она только появилась в каталоге. То есть уже где-то, наверное, год с небольшим прошёл. И за это время я не могу сказать, что я прям её взяла и пользовалась, пользовалась, пользовалась. Но регулярно у меня к ней рука тянется. Я ей пользуюсь. И неоднократно получала комплименты о том, что какая замечательная вода, что это за духи и прочее, прочее. Вот кто любит древесные ароматы такие, не воздушные, не прозрачные, но очень интересные, присмотритесь, советую. Себе взяла уже повтор. Вот. Повезло мне в этот раз на карточке твой бонус на всякие ухаживающие средства для лица. Я была очень расстроена, что в списке не нашлось кислородного бальзама. Обычно я всегда по этим карточкам пополняла запасы кислородного бальзама. Я, честно, взгрустнула, расстроилась, но набрала вот этого спрея-активатора. Очень мне нравится. Опрыскиваю им лицо часто на работе, когда сижу в сухом помещении по много часов. И мне очень нравится. Иногда бывает, я его и вместо тоника дома использую утром и вечером. Тоже здорово. Ну и вот такой шоколадный крем-гель для душа. У меня его тоже еще не было. За два года в Фиберлик я так и не смогла опробовать весь ассортимент. Поэтому у меня до сих пор для меня есть неизвестные продукты. И вот этот гель для душа буду пробовать. Скоро поставлю его себе в ванную. Надеюсь, мне понравится. И последнее, точно последнее, не совсем предпоследнее. Вот такое мылко. Я его уже взяла за баллы розы и сандал. Сейчас как раз вот такое мы с мамой доедаем. И потом будем доедать вот это. Очень я скорблю именно по линейке розы и сандал из этой серии. Очень она мне нравилась. Очень жаль, что Фиберлик ее убрала и поменяла все-таки тоже на розовый аромат. Но другое. Розы и сандал мне нравились больше. Так, а где же вот последнее? А последним будет самое вкусное. Еще у меня была одна карточка на декоративку. Вот я уже отодрала штрих-код. Я прям на пункте выдачи. Сегодня я ходила с очень ярким макияжем глаз весь день. И в качестве подложки под макияж у меня как раз выступали тени из этой серии. Я вообще не понимаю тех, кто в Фиберлик отвечает за рекламу, за каталог, за картинки в каталоге. Вот даже сейчас я найду нужную страничку по закладочкам. И мы глянем. Итого у меня цвет 54-51. Где он здесь? Кто его здесь видит? Вот. Мерцание Венера. Ну, в принципе, здесь более-менее похож. Но у меня сегодня на глазах был 54-54. Это обалденный дуахромный цвет. Он нигде в каталоге не помечен, как дуахром, переливающийся из коричневого в зеленый. И буквально чуть-чуть я его оттенила лаймовым хайлайтером от Makeup Revolution, ну, от Freedom с сайта Revolution Beauty. Буквально два видео назад, если мотнуть на моем канале, можно посмотреть свотча этих хайлайтеров. Чуть-чуть подтушевала его край похожим цветом сухих теней. И получилось вообще обалденно. И макияж до сих пор у меня на глазах в первозданном виде. А вот эти блестки на руке, это я свотч сделала прямо на пункте выдачи. Меня другая женщина попросила посмотреть. Я уже успела с тех пор помыть посуду. Единственное, что тыльную сторону ладони я ничем особенно не терла. Просто вот мыло-мыло посуду, вот даже окончательно с моющим средством оно не стерлось. Стойкость у этих теней, она просто обалденная. Вот, можно так нанести, можно краешек успеть подтушевать. И вот буквально так вот наносишь на веко аппликатором, подтушевываешь край любого из оттенков. И все, макияж вот так будет сидеть весь день. И поверх, соответственно, пока еще не совсем застыли тени, можно или набивающими движениями набить какой-то другой цвет или какой-то глиттер, чтобы прям вот прилипло и держалось. Я в восторге от этих теней. Я считаю это одним из самых удачных продуктов в Фаберлике. И не понимаю, почему компания всегда так мало места уделяет этим теням в каталоге. Так плохо, в общем-то, их фоткают, что практически надо пальцем в небо тыкать, заказывая новый цвет. И одно из ближайших у меня видео будет посвящено моим пяти вот этим теням уже. У меня есть пять оттенков, и я их все пять покажу, расскажу. Я ими активно всеми пятью пользуюсь. Страшно довольна. И по различным всяким акциям, карточкам и скидкам буду продолжать покупать вот эти оттенки. Ну и, видимо, снимать, показывать, рассказывать, как они мне. Все, вот это окончательно все, весь мой заказ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Этим вы мотивируете меня снимать чаще свои видео о косметике, о заказах Фаберлик и о том, вообще, что я думаю и как что у меня происходит. Всем пока. Всем доброй ночи.